Продолжение следует... 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 И только когда мы дадим определение осложнению, будь то такое, как было на предыдущем слайде у хирургов, то есть отклонение от типичного течения анестезии, будь то осложнение, которое вызвало риск или ущерб для жизни или для самочувствия пациентов, тогда мы и будем иметь более четкий процент этих осложнений, потому что 1 к 100 или 1 к 10 тысячам – довольно серьезный разброс. Итак, нами была предпринята попытка дать классификацию осложнений анестезии, имея в виду, что осложнение анестезии – это любое отклонение от обычного течения анестезии. Такие осложнения могут быть подразделены на предупрежденное событие, то есть это потенциальная угроза, которая имела место, но не реализовавшаяся в негативное событие, то есть в своевременной и полностью устраненной опасности. Особенность анестезии – это инцидент состоялся, но вреда пациенту не нанес. И, наконец, критический инцидент – это инцидент, который состоялся и который нанес ущерб здоровью пациента. Как вы понимаете, если под понятием осложнения объединять эти все три подгруппы, то количество осложнений будет совершено диким. Ну, практически каждое анестезия, ну, если не каждое, то каждый наш рабочий день будет сопровождаться осложнениями. Чисто психологически это, конечно, будет очень тяжело и воспринимать клиницистам, и воспринимать обществу. Я об этом тоже еще немножко скажу. Поэтому нами было предложено внести в такую логику построения несколько другую методологию. Подразделяются не осложнения, а нежелательные события, связанные с анестезией, то есть любое отклонение от типичного или обычного течения анестезии. Как они подразделяют эти нежелательные события? Это опасность нежелательной реакции, это особенность анестезии. Вот только здесь уже, если инцидент состоялся и нанес предпациенту, вот это определение является критерием осложнения. В этом случае, конечно же, осложнений будет значительно меньше, ну, или их количество будет вообще минимальным. Иными словами, в классификации осложнений, а следовательно, в принятии юридическими структурами, то есть теми же самыми судебными органами, органами прокуратуры, дознания, решения о виновности и о наказании, о необходимости наказания, ключевым является вот этот водораздел. Что такое осложнение или что такое событие? Ключевым моментом в понимании этих двух понятий является наличие вреда и наличие предотвратимости. Вот такая табличка, такая матрица, пересечения которых мы совершили попытку дать уровень, на котором должно разбираться то или иное событие, которое имело место в операционной. Если непредотвратимое событие и вред не нанесен, ну, как говорится, еще одна спасенная жизнь, значит, у нас же анестезия прошла без осложнений и слабо. Если все-таки что-то случилось, но не был нанесен вред, или если вред был нанесен, но в результате непредотвратимого случая, следует такое событие рассматривать на административном уровне. То есть, либо это отсутствие достаточного оборудования в операционной, необеспеченность анестезиолога, мониторирующей аппаратуры, электроотсосом, адсорбером, ну и так далее, и так далее. На профессиональном уровне, то есть, что это возможно, это все-таки человеческий фактор, когда этот анестезиолог не предусмотрел такого события. Или на правовом, потому что, если это уже системное, но пока не приведшее к каким-то серьезным последствиям события, это уже требует принятия каких-то правовых мер в плане дисциплинарной ответственности, либо повышения квалификации, либо лишения категории, и так далее, и так далее. Ну и, наконец, если все-таки этот был инцидент предотвратимым и был нанесен вред, это уже, конечно, либо уголовная, либо гражданская ответственность. Уголовный кодекс сегодня предусматривает наказание только за преступление. Преступлением, единственным основанием преступления является наличие состава преступления. Преступление – это совокупность установленных с законом. Я хочу подчеркнуть с законом, и таким законом сегодня является уголовный кодекс. Объективно-субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление. Объект – объективная сторона, субъект – субъективная сторона. Есть много статей в уголовном кодексе, по которым могут быть привлечены врачи, и, естественно, этот список не исчерпывающий, но в любом случае должна быть вина. Вина медработника, если будем говорить. Вина – это психическое отношение лица к деянию, предусмотренным уголовным кодексом, и впоследствии выражены в форме умысла или неосторожности. Мы сегодня не говорим об умысле. То есть, если этот ущерб или вред нанесен с умыслом, это не подлежит никакому обсуждению. Это, естественно, наказуемое деяние. И я надеюсь, что никто из нас не идет в операционную с тем, чтобы нанести ущерб с умыслом. Мы говорим о неосторожности. Первый вид – это преступная самоуверенность. То есть, неосторожность может реализоваться в двух формах. Это преступная самоуверенность, когда человек предупреждает возможность настраивания суспільно-небезопасных последствий, но легковажно рассчитывая на их ответ. И преступная халатность, когда человек не предупреждает, но должна была и могла их предупреждать. Эти потенциальные негативные последствия. Кроме преступной халатности или преступной самоуверенности, существующая служебная небрежность – это принятие не столько уголовного кодекса, сколько дисциплинарной и трудового кодекса, и гражданского кодекса на наложение выполнения службовых уборств. В любом случае, уважаемые коллеги, любое преступление должно быть наказано, но иногда наказание должно быть и без преступления. Я имею в виду уровень профессионального разбора. В этом смысле повышается роль наших профессиональных организаций. Разборов на пятиминутках, разборов на обществах, анализах и так далее. Итак, осложнений сегодня, количество огромное. Анализ их должным образом, к сожалению, не проводится. Часть из них только осложнений, это привычина этих осложнений врачебной ошибке. Никаким образом нельзя говорить, что каждое осложнение – это причина врачебной ошибки. Умысел и неосторожность преступны, и, следовательно, за это надо нести ответственность. И неосторожность может быть в форме самоверенности или небрежности. Уважаемые коллеги, буквально несколько слайдов – это, как говорится, немного эмоций. Во время подготовки к сегодняшнему своему сообщению, уважаемые коллеги, я работал с интернетом, и как сложно найти хотя бы одну позитивную характеристику того, что сегодня происходит в медицине. Значит, врачи-убийцы, врачи-взяточники, врачи-фильм «Интерны» – это вот сегодня реальное представление, какие у нас сегодня врачи нашим обществом. Хотя вы понимаете, что в фильме «Интерны» никакого отношения к медицине не имеет. Это дискредитация на государственном уровне того, что сегодня той специальности, той профессии, в которой мы сегодня служим. И это слово я сегодня употребляю не случайно. Уважаемые коллеги, в нашем обществе есть три профессии, на первый взгляд, между которыми мало общего. На самом деле это абсолютно идентичные специальности. Это профессия врача, это профессия военнослужащего и священника. И дело не в том, что мы ходим, все три служителя этой профессии имеют свою униформу, принимают присягу или устав, или клятву. Это еще и беззаветное служение нашей специальности, нашей профессии. Я хочу, чтобы мы сегодня, ибо никто о нас хорошо сегодня в обществе не скажет, если мы сами будем друг от друга говорить плохо. И вот если мы хотим, чтобы количество осложнений у наших пациентов было меньше, мы прежде всего должны защищать друг друга. Наше профессиональное сообщество. Спасибо за внимание.